Плутон Я вновь приветствую всех, кто меня сейчас смотрит и слушает. Дорогие друзья, предлагаю новый стрим, в который мы будем анализировать события недавнего прошлого. Плутон уже вошел в знак Водолея, я уже говорил о том, что, возможно, нас ждет славное 20-летие, по крайней мере, оно будет переломным, возможно, революционным. Совершенно точно сломает очень многие наши представления о мире, в котором мы живем. Многие цивилизационные какие-то парадигмы, которые кажутся нам незыблемыми, тоже, возможно, будут подвергнуты коррекции, дай бог, чтобы это не было связано с ломкой, дай бог, чтобы не было связано с какими-то различными видами концлагерей, которыми нас пугают конспирологи, дай бог, чтобы вся эта чаша сия нас минула. И теперь давайте посмотрим, что же у нас было за это время. Ну, во-первых, меня очень заинтересовала дата 25 января, так называемый Татьянин день. Когда-то в России был открыт первый университет, как раз 25 января, в день Великобритании Татьяны. И вот с этого времени этот день является праздником всех студентов. Так вот, 25 января нынешнего года не только у нас в стране, в Российской Федерации, а еще и во всем мире некоторые события были связаны каким-то образом с судебными инстанциями. В России в это время был вынесен приговор двум знаковым персонажам. Это Игорю Ивановичу Стрелкову, он же Гиркин, как его называли, который получил 4 года лишения свободы. И второй человек – это Дарья Трепова, известный персонаж, благодаря которой был взорван военкор Владимир Татарский. О ней я как раз говорил неоднократно на своих стримах, да и прогнозировал подобного рода события еще в начале марта. Прошлого года, посмотрите мой ролик на параллельном канале «Стуб Павла Глоба», и там даже изображена в виде заставки такая женщина, отрубающая голову спящему воину. В общем, так и было. В виде головы было принесено воина, и взорвали достаточно знакового персонажа у нас военкора Владимира Татарского. Несмотря на то, что у него были, в общем-то, неоднозначные какие-то вот даже темные пятна в биографии, тем не менее вот она получила рекордный для такого случая срок 27 лет. Ну, не знаю, выйдет ли она по УДО или нет, но вот эти два случая были зафиксированы 25 января. И очень интересно, что в Соединенных Штатах Америки в это же время была впервые произведена казнь удушением азота. Вот тоже какое-то новое слово в судебных приговорах, и, в общем-то, это совпало с 25 января. Вот интересно, что это было в день полнолуния, когда Солнце еще не разошлось после соединения полного с Плутоном. И многие планетные констилляции свидетельствовали о том, что действительно нечто подобное может произойти в наших земных событиях. И с Юпитером, и с Марсом, и так далее. То есть все это действительно может привести к радикальному изменению, к реформированию не только судебной системы, но и, в общем-то, того, что связано с наказаниями, приговорами судов. Это может повториться еще и летом нынешнего года, в начале июня месяца, точнее, где-то около 5-10 июня, но гораздо серьезнее, это может быть где-то в начале сентября и в середине октября месяца, опять же, нынешнего 2024 года. Так что будем ждать, что же там с нашей системой наказания и с приговорами судов будет происходить. По крайней мере, какие-то изменения в законодательстве, связанные с ужесточением возможного наказания, могут здесь наблюдаться. Вот будем за этим наблюдать и отслеживать. Вот что можно сделать методами авистийской астрологии. Я ее действительно воскрешал в течение 50 последних лет. Многие методики вам предлагаю для рассмотрения. По крайней мере, я, в отличие от многих других людей, которые просто рассуждают на какую-то тему, а потом стирают ролики с неизбывшимися прогнозами, у меня все они в доступе. Вы можете их посмотреть. Если что-то там действительно какие-то ошибки были, я стараюсь за них отчитываться. И всегда за свою деятельность я внесу ответственность. Итак, отсюда мы переносимся в ближнее зарубежье. Как многие из вас знают, 23 января 2024 года на территории Казахстана, а также Киргизии, произошло землетрясение с магнитудой 6,7 баллов. Оно повторилось еще через 4 дня на других территориях, 27 января. Вот что интересно, я вам неоднократно говорил о том, что очень часто землетрясения происходят в определенные периоды. В данном случае, посмотрите один из моих роликов на параллельном канале Института Павла Глобы по поводу перехода черной луны, так называемой элит или апогеи лунной орбиты, зодиакальный знак Демы. Очень часто многие землетрясения, особенно серии землетрясений, к сожалению, происходят в то время, когда апогеи лунной орбиты находятся именно в этом зодиакальном секторе. Вот и сейчас одно землетрясение за другим. Черная луна находится где-то вот посередине, близко к середине зодиакального этого знака. Так вот, если посмотреть на гороскоп этого землетрясения, кстати, прогноз мой по Алма-Ате неоднократно уже был опубликован. Я, к сожалению, не знаю точную дату основания этого славного города. Известно несколько дат на основании. Есть дата указа об основании этой крепости, потом присвоения ему статуса города. Я посмотрел на обе или даже три даты, связанные с Алма-Атой, но нигде я не увидел ничего такого страшного и катастрофического. Весьма вероятно, что начало строительства крепости, которая послужила основой образования Алма-Аты, было совершенно в другое время. Дорогие друзья, вот если у вас есть какая-то информация по этому поводу, пожалуйста, сообщите мне, и тогда можно будет построить гороскоп более тщательно и с большим коэффициентом полезного действия. К сожалению, вот того, что у меня есть, недостаточно для того, чтобы сделать какой-то более серьезный прогноз. Но, тем не менее, посмотрев на гороскоп землетрясения, можно прийти к интересному выводу. И вот мы что увидим. Конечно, не было в это время большого креста, а вот интересная конфигурация, критическое положение Луны по отношению к Нептуну было. Я уже неоднократно говорил, что Нептун по древним традициям являлся колебателем Земли. Вот так и называли колебателем Земли. Очень часто многие землетрясения происходят в то время, не всегда, конечно, когда Луна и Нептун находятся в критической фазе друг по отношению к другу. Там же еще и Сатурн должен действовать. Сатурн тоже по отношению к Нептуру в очень таком негативном, хотя и скрытом аспекте. То есть, в общем-то, некоторые подтверждения этому есть. Хотелось бы, конечно, еще и посмотреть на гороскоп самой Алма-Аты. Ну, кстати, толчки наблюдались еще и в Киргизии. На границе Киргизистана и Казахстана это все произошло. По некоторым предположениям, все это может повториться как раз при сходной конфигурации. То есть, где-то в середине марта раз, где-то во второй половине июня, точнее, к концу июня, в начале июля, и также еще и в середине сентября нынешнего года. И последнее в нынешнем году опасное время для похожих, сходных с землетрясением резонансных катастрофических явлений может быть где-то в ноябре месяце, вблизи где-то от 14 до 20 ноября. Посмотрим, поживем, увидим. По крайней мере, это некая гипотеза, которая нуждается еще в более серьезном подтверждении и проверке. Ну и последнее, что мне хотелось сказать вам, дорогие друзья, это событие в Техасе. Переносимся уже в Соединенные Штаты Америки. Техас проявил свою непокорность, непослушание. Это впервые за много-много лет. Техас в свое время был независимой республикой и потом вошел в состав Соединенных Штатов Америки. Он был основан уже как штат Техас в конце декабря 1845 года. Существует даже точное время его основания, этого штата Техаса. Кстати, как говорят, в его конституции есть указание на то, что он может стать независимым. Один из немногих в Соединенных Штатах Америки у него есть такие привилегии. Но не будем в это углубляться, просто давайте посмотрим, что же там было. Национальная гвардия Техаса взяла под контроль границу в городе Иглпасс, начиная с 11 января. А потом уже произошел конфликт между властями Техаса и федеральными властями Соединенных Штатов. Вот интересно. 24 января конфликт достиг своего апогея. Губернатор Техаса, его зовут Грег Эбботт, мы еще не раз, наверное, услышим эту фамилию. Я посмотрел его космограмму, он родился под знаком Скорпиона 13 ноября 1957 года. У него очень интересная конфигурация планетарная. Это человек, который вряд ли уступит своей позиции. Это человек, который может приобрести огромные силы именно благодаря своей конфронтации, противодействуя чему-то. В своем гороскопе у него есть на это указание. Причем Солнце с белой луной у него находится в соединении. Он считает, что он совершает правое дело. Марс с Нептуном, это еще и такой человек фанатического склада. Итак, если посмотреть гороскоп Техаса, на то время, когда была вот эта конфронтация, говорят, что она утихла, но она снова может возникнуть. Но давайте посмотрим, дорогие друзья, что же мы видим на небе. Мы видим на небе большой крест. Значит, это прецедент. Большой крест с лунными узлами. Тут еще и луна. Луна связана с народом. Луна на Черной Луне, связана с какими-то темными силами, которые стоят за всеми этими событиями. Там еще рядом находится Марс, связанный с военной конфронтацией, с Меркурием. Это выплески и освещение этих событий в прессе. И, конечно, Плутон. То есть массовые какие-то выплески всех этих событий, которые могут привести к очень серьезным и долгоиграющим последствиям. Конечно, по некоторым другим данным, а это обращение Юпитера, связанное с властями, эти события будут на какое-то время пригашены. Но именно пригашены. Но не значит, что они полностью будут закрыты. Через некоторое время там же, в Техасе, могут возникнуть еще очень серьезные проблемы. Я бы даже не смог предположить, когда это может быть. Первые проблемы могут возникнуть как раз в скорости после начала предвыборной кампании. Это в сентябре месяце. Но это еще цветочки. Самое серьезное, это как раз конец ноября, начало декабря нынешнего года. Раз. Еще более серьезное, это в 2025 году, февраль-март месяц. Вот тогда посмотрим, что может быть. С Техасом не станет ли он первым в ряду некоторых штатов из этой великой страны, в котором может образоваться очаг неповиновения. Ну, дай бог, чтобы все это было решено без человеческих жертв. Самое плохое, когда гибнут люди, дорогие друзья. Самое плохое, когда кто-то попадает в жернова репрессии. Совершенно невинный человек, не заслуживающий того, что с ним происходит. Вот это нам необходимо знать, дорогие друзья. И нам нужно знать и Соединенных Штатов, потому что это все-таки великая держава, что бы они там ни говорили. И не значит, что на нее надо ориентироваться. Надо ориентироваться всегда на себя и свою политику вести. Отличную от того, что там навязывается откуда-то, кем-то. Самые лучшие соображения, самые лучшие сценарии, которые нам выстраивают, это их сценарии, не наши. Нам нужно думать собственной, дорогие друзья, головой, как будет лучше, потому что нас действительно ждут великие дела. Всего вам самого доброго, дорогие друзья, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok